Друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас на очереди знакомство с ещё одним представителем семейства студийных микрофонов. Это Presonus PX-1. Начинаем! Надо сказать, что это было несколько неожиданно увидеть студийный микрофон от Presonus. Хотя, чем они хуже других? Кто только сейчас не выпускает подобное оборудование? Более того, опыт у них уже хоть какой-никакой, но имеется. До выхода в свет этой модели два изобретения у них уже были. Речь идёт об измерительном микрофоне PRM-1 и о стереопаре с маленькой диафрагмой PM-2. К сожалению, о них ничего сказать не могу, поскольку не попадались они мне в руки. Но на примере этого красавца мы с вами сейчас и определим, совместимы ли эти два слова микрофон и Presonus. И для начала, как обычно, основные характеристики. Диафрагма 1 дюйм с золотым напылением, направленность кардиоида, частотный диапазон 20-18 тысяч герц, максимальный уровень звукового давления 135 дБ. Судя по цифрам, громкие источники звука он должен записывать без проблем. А вот 18 тысяч герц сверху как-то больше указывает в сторону стриминговой студии, нежели вокальной. Хотя я могу ошибаться. И чтобы доказать или опровергнуть мои предположения, давайте перейдём к тестированию нашего PX1. Для начала давайте просто поговорим в него. Компания Presonus располагается в Baton Rouge, штат Луизиана. Сотрудники компании представляют собой сборную солянку из поклонников джаза, блюза, рока, металла и христианской музыки. Они записываются в домашних студиях, запускают звуковые системы в церквях и с головой погружаются в богатую местную клубную работу. Достаточно близко расположен новый Орлеан, так что сотрудники могут отыграть там концерт, в ту же ночь вернуться домой и уже утром приступить к разработке новых продуктов. Так, поговорить поговорили, кое-что уже становится понятно. Теперь давайте возьмём парочку аккордов на гитаре. Ну и чтобы тест был полноценным, в этот микрофон надо попробовать спеть. Попробуем. Летучий голландец, летучий голландец, мчит по неведомым морям. Он паруса свои наладил, он поднял на борт якоря. Летучий голландец, летучий голландец, как долго пристань ждёт тебя. Но одиноким быть скитальцем твоя судьба, твоя судьба. Друзья, ну вот как на ваш взгляд? Тянет он название студийного вокального микрофона стоимостью 13 кило с тем, что вы сейчас слышали, да плюс вот с такой начинкой в комплекте? Давайте это обсудим в комментариях. От себя могу сказать, что со звуком у него, как мне показалось, всё достаточно неплохо. Всё, что мы имеем сейчас в наличии с более низкой ценой, вряд ли составит конкуренцию этому Presonus. Ну а то, что дороже, обсуждать, наверное, будет не совсем корректно, поскольку следующая ступенька это уже 20000+. И это несколько другой уровень. Одним словом, давайте назовём его крепким середнячком, который своих денег, пожалуй, стоит. На этом, друзья, закругляемся. Спасибо, что смотрите нас. До новой встречи. С вами был Александр. Но одиноким быть китайцем твоя судьба, твоя судьба.